МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сьома ранку. На церковному подвірі у селі Катюжанка яблуку ніде впасти. Та саме цей гріховний плід і привів сюди цих людей. Вони не мов тільки-но зійшли із полотен Єроніма Босха. Насправді ж стеклися до отця Олександра з усієї України. Приїхали з Житомирської області, село Прилуки. Мужа привезла я, короче, кодувати. От алкоголизм. У нас в селі не один чоловік до його їздив. Кому помогло, кому не помогло. Наверно, треба захотеть, щоб помогло. Привезла сіна кодувати. Сусіди дозналися, що так і так є тут як людина, що помогає. Я вірю, я знаю, що треба, щоб помогло. Батюшка, як би, ну, тільки дає стержень, толчок, а сам кожен людина в себе приймає це рішення. Тому, як прийняли так. Мені отець бросив. В 9 років він почав, в 65 прокурив, в 74 бросив. Алан Кар, дивлячись на цей натовп людського горя, сам би закурив. А отець Олександр двічі на тиждень встає у досвіда. Молиться, щоб Бог дав сили і йде рятувати пропащі душі. Він допомагає людям позбутися найпоширеніших залежностей усіх часів та народів. Від оковитої, цигарок, наркотиків та азартних ігор. Прости і зберіг. Боже таково не робить. Носок вберіг. Прости, подімаш на всі нас. Знімається грех, який ви зберігалися. Знімається знак Йуда. Насколько присягнуєтесь? Я хочу на нашу життя. Говорите, присягнуєш Тому, Господи? Да. До конца. До конца. Бог вам боже. Насколько присягнується? Ну, он так слегка смутился, испугался. И прекратила роботу. Наутро спрашиваю у батюшки, что это было такое. Да, а золотилом тогда Архангела Михаила. Батюшка сказав, что это Архангел Михаил явился сам. И он так впечатлился этим видением, что решил сделать из мрамора, привезти из Италии мрамор и сделать здесь большую трехметровую статую Архистратига Михаила. Вот заложили фундамент, он уже ее рубит, и вот летом уже поставят здесь эту статую. Такой был момент. Это сегодня. Про катюшинские дива знают по всему свиту. У 98-му, когда щойно висвяченного у лаврі усан священника отца Александра занесло сюда, согласно с распределом и волей Божией, плацдарм для Архангела еще належало готувати. Не было ничего. Была только вот эта хатка деревянная. Рядом был сарайчик, который. И дом, это была церковь. В этом доме кто-то пожертвовал. И здесь служились службы, молебны, и все. Здесь было 11 батюшек до нашего, никто здесь не оставался. Марину в тому же році отец Александр витягнув из секти. Казалось бы, там все говорят о Боге, о святых, обо всем. Но потом разобралась потихонечку. Батюшка не прогонял меня. Аккуратненько объяснял, рассказывал, терпеливо воспитывал, как все. Вона покинула колишнє життя, купила будинок у Катюжанці. И втоді стала правою рукою отца Александра у служині. То есть, если не хватает добрых дел, чтобы пройти это митарство, то молитва духовного отца, если таковой был при жизни, помогает, как бы откупает душу. Вот мы все рассчитываем на отца Александра в этом смысле. Так что и вам желаю тоже такого духовного отца, чтобы у вас не было препятствий ни на одном этом таможенном пункте. Отец Александр переймався не только духовной красой в своей парафии. По троху на скромном церковном подверье начали виростать новые строения. Потом постепенно люди стали жертвовать, и он потихонечку заложил фундамент этого храма. Я отсюда думала, что только храм построит, и все. Но так Господь благословил, что не только храм, а потихонечку людям жертвовали. И храм получился, и трапезную постепенно. Вот колокольня – это наша гордость. Слава пробосоногого Олександра Катюжанського тим часом ширилася по Украине и свете. Вот здесь у нас просто чудо в этом году у нас случилось. Почаевская лавра благословила батюшки в дар раку, который хранился в Почаеве, мощи амфилохи Почаевского. Мощи переоблачили и изготовили новую раку. А нам благословили именно эту, в которой хранилась, с частицей мощей святого. То есть это, конечно, великое чудо, благо, потому что такая большая святиня, как Почаевская лавра, сделала такую милость именно батюшки. А месяц тому добудували и место для приймания усех, кому вкрай потрібна допомога. Багатьом из них настолько терміново, что навіть не лишилось часу на роздуми. Что саме робит із ними отец Олександр? Більшість цих людей, зазвичкою, називають цей ритуал кодуванням. Приїхал із Києва, приїхал 2-й раз. 1-й раз приїжджав от сигарет. Ну, 7-й місяць, пока не курю, хотя курю 21-й год. Ну, щас ещё раз, 2-й раз, приїхал от других, вредних приївечерах закодироваться. Не знаю, поможуть, не поможуть, но приїхал. От друзей. У меня друг 8-7 лет назад алкоголя закодировался. Один друг 6-й лет от сигарет. Ну, пока не пьёт и не курит, Та завжди у натовпі фізіологічно хворих знайдеться такий собі Юра Злуцька, котрий десь у середині відчує. Тут працює щось набагато рівнів вище, ніж людська психологія. Дякую за перегляд!